МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На момент прибытия наблюдалось открытое горение жилого одноэтажного дома и бревенчатой бани, а также соседнего одноэтажного двухквартирного жилого бревенчатого дома и гаража. Из-за несоблюдения противопожарных разрывов между постройками и в результате сильного ветра огнем значительно поврежден дом, баня, гараж и кровля соседнего дома. Причины пожара предстоит установить эксперту Испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России. Трехпалубный теплоход привез 130 туристов в Бирск. Гости из Москвы в Башкирию шли почти неделю, делая остановки в городах Золотого кольца. На расстоянии от столицы до Бирска по воде составило 2000 километров. Судно относится к типу река-море. Это единственный трехпалубный теплоход и выходящий в Белое море. На корабле организовано трехразовое питание, развлекательная программа, а на берегу туристов ждут экскурсии. В нашем городе это маршрут Бирск – русский купеческий город. А какая красота, какая река, а какое небо, а какой воздух. Это не наш болото из Санкт-Петербурга – воздух. Мы еще мало что знаем про Башкирию. Мы из Петербурга, много народу из Москвы. Приятно удивлены. Спасибо вам большое за теплую встречу. Компания Уфанет ищет новых сотрудников. Приглашаем вас на должность корреспондента телеканала ЮТВ в Бирске. Мы предлагаем заработную плату от 25 тысяч рублей. Официальное трудоустройство – полный социальный пакет. Станьте частью нашей дружной команды. Заполняйте резюме на сайте в команду.фанет.ру или звоните по номеру 09388. Звонок с мобильных телефонов бесплатный. А теперь перейдем к основным новостям. С начала года в Бирском районе произошло больше 60 пожаров. Причем горят не только жилые постройки, но и трава. В это горячее время свой профессиональный праздник отмечают пожарные. Как отметили дату сотрудники – 59-й пожарно-спасательной части. Расскажем далее. Медали в честь профессионального праздника. Таким выдалось утро для бирских огнеборцев 30 апреля. Самых достойных отметили государственными наградами. Здесь не только сильные мужчины, но и смелые девушки. Скажем так, у меня семейная профессия, потому что у меня старший брат тоже работал всю жизнь старшим пожарным. Ну, сначала пожарным, потом старшим пожарным в пожарной части. Он долгое время работал сначала так же вот у нас в Бирске и потом перевелся в Санкт-Петербург. Я не думала никогда, что я буду работать в пожарной части. Но это волею случая так получилось, что я сюда устроилась. Я безумно люблю свою работу, и для меня это отдушина. И каждую смену... Я, наверное, одна из немногих, кто может похвастаться тем, что я безумно жду, когда у меня закончится отпуск. И я с удовольствием хожу на свою работу, и я безумно горжусь тем, что я работаю в этой структуре. Пожарная охрана – это структура, в задачи которой входит не только тушение пожаров и профилактические работы, но и работа на дорожно-транспортных происшествиях, работа в чрезвычайных происшествиях. Современная техника и высококлассные профессионалы всегда выполняют большой перечень задач. Подтянение у нас дежурная смена, которая заступает на сутки 26-го отряда. Это 12 пожарно-спасательных частей, это север Республики Башкортостан. Самое главное богатство, я говорил и буду говорить, это личный состав пожарной охраны. Поэтому сегодня хочу от души поздравить прежде всего, конечно, ветеранов наших, которые постоянно и сегодня находятся в строю, помогают нам в воспитании молодежи, ну и, конечно, весь личный состав 26-го отряда Федеральной противопожарной службы. В День пожарной охраны бирские дети смогли посидеть за рулем пожарной машины и примерить боевку. На площади перед городским домом культуры школьникам продемонстрировали пожарную технику и не только. Это делается для того, чтобы школьникам приявить навыки в профессии пожарного, показать, какая она важна и ответственная. Для пожарного главные качества – это бдительность, мужество, самоотверженность. То есть, обладая этими качествами, любой гражданин может стать пожарным. И в этих целях мы и для школьников подводим вот эти требования. На площади можно было увидеть как новейшую аварийно-спасательную спецмашину «Квадроцикл», так и ветерана пожарной службы «Автолестницу ЗИЛ» 1992 года выпуска. В 10-й школе состоялись съемки эпизода короткометражного фильма «Уфа. Город. Герой труда». На площадке собрался актерский состав из Уфы и Бирска, как это было. Смотрите далее. Красная краска и бинты – вот чем сегодня орудует Александра. Она гример. На съемки фильмов ее приглашают не первый раз. Процесс может увлечь любого художника, говорит мастер. Мы готовим раненых. Вот их как будто с поля боя занесли. У нас там госпиталь. У нас сегодня тема «Одна история хирург» про то, как занесли одного раненого, очень тяжелого раненого, на хирургический стол. То есть там будут делать операцию. А эти мальчики у нас просто как бы лежачие в коридоре без вмешательства главного врача. На самом деле, ну, по мне это очень увлекательно и интересно. Я бы еще целый час или два, наверное, гримировала. Вопрос только то, что нужно быстрее, быстрее. В окружении мужского коллектива всего одна профессиональная актриса. На съемочной площадке компанию ей составили студентки Бирского фармколледжа. Анастасия давно хотела сыграть в военно-исторической картине. Я исполняю роль медсестры Люси. Вот, советская медсестра. Есть определенные особенности. Бедов не было, ничего не хватало. Перематывали простынями и так далее. Я смотрела видео, как кипятили, как аттестировали все эти вещи. Вот, у нас участвуют девчонки-фельдшеры с колледжа в Бирске. Вот, у них проконсультировалась по этому вопросу. Здорово, что есть специалист на площадке. Герои новелл переходят из одного фильма в другой. Поэтому задача режиссеров была на месте отснять полтора фильма до вечера. У нас вообще фильм про военные годы. Фильм поделен на пять частей. И каждая часть, вот, допустим, у нас есть Ивако-госпиталь, есть вышки Коминтерна, есть паровозоремонтный завод. Вообще сложность снимать документальное старое кино в том, что найти локации, реквизит. И мы искали и в Уфе, и в районах. И в итоге нам Яков Когбаев помог найти вот эту школу, которая идеально подходит под Ивако-госпиталь тех времен. Вот, к сожалению, школа заброшена. Она не функционирует. Надеюсь, что что-то изменится. И, может, мы как-то склыхнем эту мысль, идею о том, что ее восстановить, а реконструировать. Сама школа, как место съемок, понравилась режиссерам. Были небольшие сложности по поиску реквизита для актеров. Некоторые вещи нашли в школе. Ребят, ранние бойцы, давайте походим. Локации нам идеально подошли. Просто мы отсмотрели, посмотрели все. Все быстренько. Ребята приезжали еще вчера. Здесь заносили все сами, своими руками. Честно, здесь можно и школу Беслан снять, и ужастие какой-нибудь, и вот, ну, про военные действия. В общем, то, что школа не функционирует, нам, как в компании даже, повезло. Локацию для фильма долго искали. Опирались не только на планировку, но и на дизайн. Идеально подошло заброшенное здание 10-й школы. Мы решили, что выбрать именно 10-ю школу, чтобы создать некую движуху вокруг всего этого фильма. А здесь такое прекрасное здание, которое, ну, в любом случае должно функционировать, у которого есть своя история, у которого есть своя энергетика. И вот даже то, что мы приехали сюда, это уже такое событие, говорит о том, что школа все-таки живет. И мы хотим, чтобы школа жила. Планируется выход фильма в конце июня. Его могут посмотреть уфимцы в кинотеатре «Родина». Также планируют прокат и на региональных телеканалах. А в Бирске прошел мастер-класс по масс-рестлингу. Это зрелищный и динамичный вид единоборств, который был официально призван в России в 2003 году. Где и как будет развиваться масс-рестлинг в Бирском районе, смотрите далее. Масс-рестлинг. Единоборство из Якутии. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника. Башкир он назывался раньше Таях-Тарту. Для нас это наша культура, это наш вид спорта, это наша история нашего башкирского народа. Это неприхотливый вид спорта. У нас есть намерение во всех муниципалитетах Республики Башкортостана этот вид спорта развивать. Поскольку он доступный, он безопасный, он интересный, он очень захватывающий. И когда большое количество соперников, когда хороший, допустим, уровень соперников, он очень зрелищно смотрится на самом деле. Масс-рестлинг интересен как взрослым, так и детям. Им можно заниматься людям, которые перенесли какие-то травмы и хотят с помощью спорта реабилитироваться. Об этом учителям физкультуры и тренерам на совещании рассказал президент региональной федерации масс-рестлинга. Также рассказал об опыте открытия секций. В Бирском районе, я думаю, что она будет во всех учреждениях, образовательных учреждениях будет. Я думаю, что на базе нашего физкультурно-оздоровительного комплекса в Бирске будет. Я думаю, что найдет отклик и в стенах нашего вуза. Я думаю, что занимающихся будет достаточно. Я думаю, что данный вид будет развиваться. Тем более желание есть у тренеров, у преподавателей. И есть поддержка со стороны администрации муниципального района Бирского района. Оборудование для занятий масс-рестлингом в Бирске подарили ребята из клуба «Инпрофит». Ближайшее соревнование, в котором Биряне примут участие – это открытый чемпионат Уфы. Он состоится 16 мая в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите новости Бирска на ЮТВ каждый вторник, четверг и субботу, а также в социальных сетях. До свидания.